На круглом столе, который прошел в офисе городского общества инвалидов, обсуждались вопросы здравоохранения, а точнее вопросы оказания стоматологических услуг медико-социальной экспертизы людям с ограниченными возможностями здоровья, обслуживания инвалидов женской консультации. Словом говоря, как отметили на встрече, были рассмотрены проблемы медицинского обслуживания инвалидов и их решения. Для ответов на свои вопросы, общество инвалидов пригласило на мероприятие главных врачей медицинских учреждений города. Среди них главный врач Новочебоксарской городской больницы Галина Пуиндайкина, заместитель главврача медицинского центра Людмила Никитина и руководитель городской стоматологической поликлиники Лидия Яковлева. В преддверии круглого стола был проведен мониторинг проблем, с которыми встречаются инвалиды. Опросили 150 человек. С какими проблемами сталкиваются инвалиды при получении стационарной медицинской помощи? 14,6% опрошенных ответили отказывают в госпитализации. 63,3% ответили долгие сроки направления на госпитализацию в стационар. Это тоже объективно. Значит, отсутствие в стационаре определенных видов медицинской помощи, на это вопрос никто не ответил. Видимо, то, что если уже они попали в стационар, обслуживание идет на достаточно качественном уровне. Недостаточное пребывание в стационаре и обеспечение в нем лекарствами, нехватка медицинских сестер, плохое оснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием. Эти многие другие жалобы поступили как лично, так и по телефону от инвалидов города. Да, проблемы есть, не скрывают медики, но не все зависит от самой сферы здравоохранения, к примеру, если взять такую услугу, как электронная регистратура. Люди в возрасте не всегда умеют ими пользоваться. Вторая проблема, связанная с электронной регистратурой. Человек записался, условно говоря, за 2-3 дня, за 2 недели вперед. Необходимость визита отпала за это время. Клеточка остается занятой. На это время записаться не может никто, а тот, кто записался в это время, не приходит. Поэтому проблем достаточно много. У нас существует в женской консультации и запись по телефону, и запись при фактической явке. Почему сложно попасть? На сегодняшний день, вы знаете прекрасно, что численность специалистов любого профиля, любого, планируется на количество населения, которое специалист должен обслуживать. Должно быть 22 врача, акушера, гинеколога. Соответственно, 22 участка. Сегодня у нас работают 12 докторов, из которых трое на участках не работают. У них другой порядок работы. Поэтому участки обслуживают 9 человек, при том, что их 22. Что же касается категории лиц, с которым трудно записаться или добраться до консультации, то Людмила Петровна предложила для женщин-инвалидов раз в год проводить профосмотр, когда каждая женщина будет знать, когда и кому ей подойти, чтобы не стоять в очередях. О нехватке узких специалистов говорила и Галина Пуедайкина. Однако за последние месяцы пришли работать в учреждении здравоохранения города молодые врачи. В четверг мы проводим совещание с врачами-интернами нашими. Мы собираемся им выделять даже за счет внашивания бюджета несколько трехкомнатных квартир, чтобы как бы они... Они многие из Чебоксар, к сожалению, и столицы республики. Но радующий показатель пришли 6 интернов, которые в этом году заканчивают мединститут. Вот это жители города Новочебоксарска, к чему мы очень обрадовались. Один онколог, это наша такая умненькая девочка, отличница. Два невролога. Окулист в этом году новый будет уже закончен, придет дополнительно. У нас 4 ставки, еще одна ставка будет. На врачей ложится большая ответственность и нагрузка, поэтому медики попросили прощения за некоторые упущения и неудобства. А собравшимся они дали совет. Если какие-то вопросы не решаются, то пусть они смело обращаются к заместителям главврачей и заведующим поликлиник. В рамках круглого стола инвалиды получили на свои вопросы ответы от специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok